Как и в прошлый раз, на процесс не явился один из свидетелей, но переносить суд не стали. Процесс строился на установление фактов. Обвиняемый в показаниях заявил, что умысла убивать у него не было. Удары наносились в области головы, укусили ска, то есть гематома, там все это указано. Когда я пришел, он немного в себя очнулся, я начал просто защищаться, отмахиваться от его рук, от его ударов. И когда вставал, я его просто поднял и бросил, получается. Напомним, конфликт произошел в ночь 13 на 14 июля. По версии следствия, в отдыхающей на свежем воздухе компании возникла ссора, которая переросла в драку и закончилась смертью 18-летнего парня. Хотя обвиняемый и приводит в заключение экспертов о многочисленных травмах и считает, что он просто оборонялся. Родители убитого в это не верят. Мне стыдно ему так врать и ребенка убивать. Остал нас без ребенка. И как нам раз жить? Мне не стыдно, знаете почему? Потому что я вам сказал. Я вам сказал правду. Не правду все говорите? Я вам сказал правду. После рассмотрения всех материалов дела стороны перешли к премиям. В обращении к суду гособвинитель при вынесении вердикта просил учесть смягчающие обстоятельства, такие как аморальное поведение потерпевшего и наличие маленького ребенка у обвиняемого. Отметил прокурор и оттягчающие обстоятельства. Это опасный рецидив и состояние алкогольного опьянения. На основе изложенного суда прошу признать Соболева Романа Анатольевича, введом на совершение преступления, предусмотренного статьи 105-й части 1-го года ЦРС-федерации, и назначен ему наказание по данной статье в виде 10 лет решения свободы. Страна защиты просила учесть, что его подзащитный бывал в горячих точках, и наличие леска нетрудоспособности его матери. Я полагаю, что он действовал в состоянии необходимой обороны, и просила бы его по статье 105-й части 1-го уголовного кодекса Российской Федерации оправдать ложечек. На этом судебное заседание закончилось. Последнее слово судья предоставит обвиняемому 27 октября. Именно на эту дату намечено оглашение приговора. Александр Комаров, Рафаэр Акипов. Новости НТР.